Сдавать на права станет сложнее. К концу года в России изменят правила сдачи экзамена для водителей. Поменяются и теоретическая, и практическая части испытания. В них добавят новые вопросы и упражнения на автодроме. В ГИБДД считают, новшества помогут снизить аварийность на дороге. В 2014 году в России в авариях погибло почти 27 тысяч человек. Помогут ли новые правила улучшить статистику? Мнение специалистов выслушали наши корреспонденты. У Павла Королева третье занятие на автодроме. Курсант уже научился выполнять параллельную парковку и трогаться на горке. Выбрал эту автошколу по отзывам в интернете. Здесь единственный в области автоматизированный автодром. Есть светофоры, пешеходные переходы и встречное движение. Павел считает, это поможет ему не только сдать экзамен на права, но и увереннее чувствовать себя на реальной дороге. Полный круг, минут 20 занимает это, получается, горка, змейка. И параллельные парковки, въезд во дворик. Ощущаешь, будто ты действительно ездишь по городу, это очень удобно. Будет намного легче ездить по самому городу, естественно. Учиться Павлу осталось два месяца, но как будет сдавать экзамен, молодой человек пока не знает. Правила финального испытания могут измениться. Соответствующий приказ уже подписал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. В новой редакции изменили и экзамен на автодроме, и теоретическую часть. Чтобы получить права, сейчас достаточно решить 18 заданий из 20. По новым правилам за ошибку придется ответить на 5 дополнительных вопросов и уже без промахов. На автодроме курсанту придется выполнить не 3 упражнения, а 5. Новые задания, остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров и парковка задним ходом. Разрешили принимать экзамен на автоматизированном автодроме и уравняли, допустим, не автоматизированный автодром и автоматизированный автодром будут одни и те же площадки, одни и те же упражнения. Единственное, что на автоматизированном будет добавлен перекресток. Ну и такие дополнения, как, допустим, выполнение всего комплекса на время, выполнение каждого упражнения на время, это дает усложнение для сдачи экзамена. Изменения в сдаче экзамена для водителей вступят в силу до конца 2015 года. Это последний этап двухгодичной реформы. Ранее были прописаны жесткие требования к учебным автомобилям, классам, автодромам и инструкторам. Они должны иметь не только профильное образование, но и хотя бы окончить педагогические курсы. Введены модули в теоретическом обучении. В базовом курсантов обучают законодательству в сфере правил дорожного движения, первой медицинской помощи и теперь рассказывают, как избежать конфликта на дороге. Новые правила в работе автошкол, по мнению сотрудников ГИБДД, помогут снесть аварийность на дорогах. Однако эксперт с этим не согласна. Особого интереса я не вижу, по крайней мере, у автошкол. Реально учить курсанта, вырабатывать какие-то навыки, его мастерство. Потому что все равно автошколы будут готовить, к сожалению, чтобы сдать экзамен. И потом люди будут выезжать на дороги. Ну и будет, в общем-то, все точно так же. Чтобы адаптировать новичков к городским магистралям и уменьшить аварийность, нужно больше практиковаться в езде по городу, считают специалисты. И сократить занятия на автодроме. Ведь все понимают, что в реальных условиях ездить по правилам просто невозможно. А начинающим водителям нужно уверенно чувствовать себя за рулем сразу после получения прав, а не через год самостоятельного вождения. По статистике, именно водители с таким стажем чаще всего и провоцируют страшные аварии. Опыт уже есть. Машина слушается руля просто изумительно. И на дороге круче только шумахер. Но это больше из области самовнушения, поскольку действительно реальных навыков, вождения навыков в экстремальных ситуациях действительно нет. Сейчас обучение в автошколе стоит от 15 до 20 тысяч рублей. И объективных причин для роста стоимости после внесения изменений в экзамен нет, заявляют эксперты. А в ГИБДД готовят водительские удостоверения новые формы. Там будут делать отметки об ограничениях, например, если водитель должен ездить в очках или только на машине с автоматической коробкой передач. Матвей Кондрашов, Антон Зубков, Антон Захаревич, ОТВ.